Привет, друзья! С вами Чак! В эфире снова Ньюсбокс, на страже всех актуальных музыкальных событий и новостей. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить все самое эксклюзивное. В какой роли мечтает сняться Эвелина Блёданс? Певица Аполлинария презентовала свою первую сольную программу. Что вдохновляет сенсея на новые песни? Самое интересное об этом не только, узнайте через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Что заставляет нас посмотреть тот или иной фильм? Почему мы покупаем билеты на одну картину и не покупаем на другую? Вероятно, критерии выбора у всех разные. Но чем руководствуются звезды, посещая премьеры и о каких ролях мечтают, узнавал Антон Пискорский на премьере фильма «Чистое искусство». В Москве прошла премьера фильма «Чистое искусство», где главные роли исполнили Анна Чиповская и Петр Федоров. Режиссер картины Ренат Давлятьяров, несмотря на многолетний опыт и известный актерский состав, все равно заметно волнуется. Ведь за конечный результат отвечать прежде всего именно ему. Мне легко со всеми актерами работать, потому что я придерживаюсь принципа, что я отвечаю за все. А если я отвечаю за все, значит, я выслушиваю всех, но принимаю решения сам. Достаточно быстро. И поэтому или ошибка, или успех, в данном случае какого-то актерского эпизода, он всегда на мне. Я за него отвечаю. Если он плох в этом моменте, виноват я. А если он хорош, тоже виноват я. Детективная история, в которую по велению обстоятельств оказываются вовлечена героиня Анна Чиповская, полна романтических, эротических и экшн-сцен, во время которых она чуть не загубила все машины, в которых приходилось сниматься. Я оказываю огромную услугу обществу, что не вожу. Это правда. Думаете, лучше все-таки в кино? Ну, во-первых, я люблю выпить просека. Это раз. Во-вторых, пешеходов очень много. С моим появлением на дороге их может стать значительно меньше. Поэтому мне лучше этим не заниматься. Поддержать очередную российскую премьеру пришли и звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них, кстати, тоже работали с Ренатом Давлетьяровым в других его картинах. Ну, это же огромное счастье попасть на премьеру, да еще к твоим друзьям и соратникам. Я очень рада, что оказалась в этот вечер в Москве и могу поддержать Рената Давлетьярова. Человек, с которым меня очень много связывает, много ролей разного плана. Я имею в виду «Любовь морковь». А те, кому еще не удалось сняться в фильмах Рената, охотно рассказывают, в каких ролях хотели бы сняться. Я бы хотела сняться в какой-то драматической картине. Не могу сказать, в какой роли. Но главное, чтобы этот фильм был не музыкальный. Я не люблю, когда в фильмах поют. Фильм и мюзиклы не моя история. Я уже думала, что я могу играть только там мам или бабушек главных героев. Ну, или каких-нибудь, может быть, сварливых тетушек. А нет, я посмотрела на снимки, на плейбэке и поняла, что у меня есть ноги, у меня есть плечи, у меня есть достаточно плоский живот и достаточно выразительное молодое веселое лицо. Поэтому я думаю, что следующая моя роль будет очень неожиданной. И, может быть, даже неожиданной для меня самой. Какой будет очередная роль Велины Блёданс, надеемся, узнаем уже скоро. А вот как справилась с вождением авто Анна Чиповская можно уже сегодня, купив билет в кинотеатр. Любой дебют – это всегда ответственно и волнительно для артиста. А если это презентация первой сольной программы, то тогда нервы наклины до предела, а эмоции выплескиваются через край. Талантливая, восходящая звезда шоу-бизнеса Аполлинария представила свою дебютную концертную программу и справилась с волнением на 100%, блестяще исполнив свои композиции под пристальным взглядом именитых звезд, которые пришли поддержать исполнительницу и оценить первые масштабные шаги в творческой жизни певицы. Аполлинария – восходящая звезда шоу-бизнеса. Молодая и талантливая певица стала известной российским слушателям благодаря проекту «Голос», где покорила публику сильным вокалом и сумасшедшей энергией, которая проходила сквозь экраны телевизоров. И вот еще одна ступень в творческой жизни артистки была преодолена. Исполнительница презентовала свою дебютную концертную программу, которую на днях имели возможность оценить друзья и коллеги-певицы. Мнение присутствует постоянно на любом выступлении. Я считаю, что человек, который не волнуется, он слишком холоден к публике. Нужно понравиться, нужно все правильно, красиво сделать, чтобы человек захотел слушать еще и еще. На самом деле хороший, качественный европейский проект. Мало того, что я видел кусочек программы, я еще и кусочек Аполлинарии видел, потому что очень много народу, и из-за них я почувствовал себя, как давным-давно на концерте Майкла Джекса, на котором я не был. Несмотря на то, что это только первая сольная программа певицы, исполнена она была на высоком уровне. Яркое шоу, зажигательные танцы и мощный красивый вокал. В качестве сюрприза исполнительница представила несколько песен собственного сочинения, а также композицию «Лучше из лучших», которая набирает популярность среди слушателей. Будет презентация скоро нового клипа, который мы сняли недавно в Киеве, на песне «Лучше из лучших». И посмотрите, через две недели, я думаю, сделаем большую презентацию клипа. Для молодых артистов дорога к вершине тернистая и извилистая. А Аполлинарии с легкостью удается преодолевать все эти препятствия непростого пути. Ведь для успеха у нее есть все составляющие. Звездные гости, пришедшие поддержать певицу, поделились своим мнением о том, что может помочь новым исполнителям ярко засиять на музыкальном небосклоне. Поэтапно. Для молодого исполнителя, если нет никакого бюджетирования, тогда нужно, конечно, только через интернет. Только через интернет, потому что зрители сейчас творят чудеса. Нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Ну и, конечно же, быть талантливым человеком. Нужно писать песни, исполнять их хорошо, выглядеть хорошо. В общем, много составляющих нужно, на самом деле. Сейчас, вы знаете, выигрывает тот, кто делает что-то новое. То есть не, грубо говоря, копии какие-то, реплики, да, плагиат какой-то, а все-таки должно быть как что-то новое. Вот если удастся найти вот что-то такое новое, то это пульнет. Недавно в Москве в концертном зале «Стерео Холл» прошел концерт «Сенсэя». Коллектив исполнил уже полюбившиеся хиты и не обошел стороной готовящийся альбом. Премьеры новых песен московская публика заценила и, судя по аплодисментам, лайки точно поставила. Перед концертом с лидером группы пообщался наш корреспондент Антон Писковский. Еще одна концертная площадка в Москве стала привлекать внимание больших артистов. Недавно коллектив «Сенсэя» опробовал «Стерео Холл». Концерт группы совпал с открытием веранды Блона. Гостей, желающих послушать вживую Андрей Запорожца, было немало. Но впереди арт-команда приготовила еще немало сюрпризов. «Стерео Холл» – площадка, которая рассчитана на тысячную аудиторию, даже чуть больше. Сейчас у нас планируется очень много концертов. Практически каждая неделя занята концертами. Это и «Танцы минус», и «Вячеслав Бутусов». И вот совсем скоро у нас состоится концерт поп-группы «Время и стекло». Так что идеи, как весело и музыкально провести время, теперь у вас точно появятся. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог попасть на концерт «Сенсэй» рассказываем. Магически, солнечный и положительный материал группы московская публика оценила. После каждой песни задаривая ребят овациями. Помимо уже любимых треков, музыканты исполнили песни из грядущего альбома. Есть, скажем, песни, которые уже сделаны, которые просто лежат и ждут своего часа. Есть песни, как идеи, где что-то спето рыбой, какие-то невнятные совершенно вещи. Но где есть уже мелодии, гармония. То есть осталось просто сесть и доделать. Я просто решил, что сентябрь будет таким месяцем, когда у меня не будет концертов, и я буду конкретно заниматься творчеством. Ребята, как признается Андрей, создали уже немало музыки, которая ждет своих текстов. И если верить обещаниям лидера группы, то в скором времени дождемся. Тогда мы и услышим новый альбом группы «Сансей». Путешествия, переживания любовные какие-то, просто, не знаю, ну любой момент жизни, который с человеком произошел сегодня, может натолкнуть на какие-то мысли. Так, чтобы прям... Нельзя создать специальные условия для творчества. Это невозможно. Это всегда непредсказуемо, всегда спонтанно. Надеемся, что необходимые для творчества условия Андрей себе создаст, и уже после летних отпусков мы сможем погрузиться в новый мир «Сансея». О чем мечтает Тимур Team Big Family? Линда вернула весну с помощью арт-перформанса. Пляжный сезон открыт. Легендарный клуб под открытым небом «Супер Бич» распахнул свои двери для любителей хорошо провести время. Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Ну вот и все, ребята. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. С вами был Чак. Будьте позитивными! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова